Обращения, которые жители оставили в соцсети, а главы региона Вячеслава Федорищева и на других площадках, рассмотрели во время приема граждан. Его провела глава города Елена Лапушкина. Жительница дома, расположенного по улице Бортмехаников, обратилась к жилищным вопросам. Она попала в очередь на расселение после того, как в 2017 году ее дом признали аварийным. На прием к главе пришла, чтобы узнать, когда состоится новоселье. Дом четырехквартирный, деревянный. И в настоящий момент две квартиры выселены по решению суда. В итоге в этом доме я одна. Глава Самары пояснила, что новая квартира муниципального жилищного фонда уже подобрана. В ней идет ремонт. После чего женщина сможет переехать в новое комфортабельное жилье. Значит, у нас сроки до конца сентября. Если что, в середине октября встретимся, если вдруг что-то не получится. Но я думаю, что получится. Тем более, если квартира уже подобрана. С похожим вопросом главе города на личный прием пришли жители дома 33 по улице Каховской. Здание признали аварийным в 2022 году. И жители хотели выяснить, когда смогут попасть в программу по расселению. Им рассказали, что сейчас действует программа по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Так, только в 2023 году новые квартиры получили 1115 семей. В начале текущего года в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил разработать программу на следующий пятилетний период. Планируется, что это произойдет до конца текущего года. Елена Лапушкина предложила жителям на время переехать в квартиры муниципального маневренного фонда. 700 человек прекрасно живут в маневренном фонде. Квартира отремонтирована. Всяко лучше, чем аварийное жилье. Но зато у вас тепло, свет и безопасность. Группа инициативных жителей советского района обратилась к Елене Лапушкиной сразу с несколькими вопросами, касающимися благоустройства территории, вывоза мусора и обслуживания внутри домового оборудования. Председатель ЖСК дома номер 177А по улице Партизанской Рената Долганова рассказала, что у жильцов возникли трудности с передачей теплового ввода в обслуживание ресурсоснабжающей компании. Елена Лапушкина поручила департаменту городского хозяйства и экологии администрации города проработать вопрос. Также участники инициативной группы советского района рассказали о проблеме с вывозом мусора с территории двора по адресу промышленности 180. У нас временами дорога перекрывается внутриквартально от количества мусора крупногабаритного, который там вываливается. Пять контейнеров стоит, а домов там восемь. Глава Самары поручила профильному департаменту проработать вопрос о создании дополнительной площадки для складирования мусора и закупки контейнеров. Также жители рассказали Елене Лапушкиной о неудовлетворительном состоянии внутриквартальных проездов. Несколько лет не предоставляется возможность полноценно отремонтировать дорогу. Глава Самары ответила, что в ближайшее время организует объезд территории, во время которого вместе с жителями проведет детальный осмотр для принятия конкретных решений. Виктория Шаре, Константин Головин, События.